Всем привет! Сегодня я вам покажу ароматы, которыми я планирую пользоваться вторую половину этого месяца. Третья неделя уже началась, поэтому давайте сразу покажу тот аромат, которым я уже пользуюсь несколько дней. И это шейк. Как-то я все, знаете, подзабросила в последнее время шейк, но нет. Вот взяла снова номер 202. Это такой аналог на Victoria's Secret Bumshel. Ну, в общем-то, он заявлен очень фруктовый. Там и клубника, и куча-куча всяких разных фруктов и ягод. Но я в большей степени слышу здесь все-таки цитрус. Цитрус горький, цитрус очень яркий. Вот этот цитрус мне дает ощущение, что это какой-то перец даже. И, конечно, очень много фруктов. Мне он очень нравится. Я люблю его шлейф. Я его, опять повторюсь, как-то дарила год назад. И тогда я поняла, что я хочу его себе, потому что шлейф был просто невероятной красоты. Хотя он очень насыщенный, очень плотный. Но я люблю его в лето. Вот я его для лета, в общем-то, и покупала. Хотя, наверное, кому-то это будет через чур, но мне он очень нравится. И вот, конечно, я буду им пользоваться. И уже пользовалась. Буду наслаждаться дальше. Дожди, дожди. И вот в дождь я носила. Так, с чего еще начать? Ну, давайте с таких же фруктовых, да, сладких ароматов. Это без аромат. Называется парадизо. Он тоже сладкий. Он тоже очень ягодно-фруктовый. И, знаете, такой аромат жевательной резинки. Такой сладкой-сладкой-фруктовой. Вот. У меня осталось совсем чуть-чуть. И, честно говоря, я этот аромат беру на последние две недели этого месяца, чтобы просто доизрасходовать. Чтобы у меня было побольше пустых баночек, именно парфюмерных. А вот насчет, буду ли я его повторять или нет, ну, это как-то, знаете, под вопросом пока. И еще один покажу аромат, который, в принципе, очень сильно похож. Он тоже очень фруктовый. Это моя новинка. О нем я подробно расскажу вам в следующем видео, потому что именно для следующего видео я его и покупала. Такой аромат, знаете, в духе эскада. Он тоже сладкий. Там куча всякой вкуснятинки. И также белые цветы. Хорошо, что там нет ванили. Я ношу со вчерашнего дня его. И мне он очень сильно нравится. Вот, так что тоже буду носить, разнашивать. В общем-то, так как он сладкий. Но я думаю, что, знаете, как вся эскада, все вот это сладкое, очень прекрасно подходит и на летнее время года. Поэтому вот, в общем, беру. Ну, и больше из того, что это просто новинка. Я хочу носить этот парфюмчик, естественно. Что по новиночкам? Это Давыдов Хран Уайлд. А этот я не сказала, да, как называется. Это же Ларив. Аромат называется Хефан. Как-то он так переводится. Интересно, повеселимся или повеселиться. Ну, в общем, такой он летний, веселый, довольно-таки сладкий аромат. Так вот, Давыдов Хран Уайлд. Действительно такой зеленый, но при этом он мягкий, он такой очень приятный. Вообще потрясающий. Кстати, в комментариях мне написали, я, по-моему, надо почитать, я не отскринила этот комментарий. В общем-то, какой еще аромат есть с ноткой фисташки. Потому что мне очень интересно, вот кто писал, если сейчас смотрите, продублируйте. Пожалуйста, если кто еще знает, пишите ароматы, которые вы пробовали, которые действительно очень хороши, и именно с ноткой фисташки. Так вот, здесь в старте это фисташка, это гранат. Он очень красивый аромат, цветочный, нежный, свежий, при этом такой фисташковый, мягкий крем. Конечно, я буду продолжать носить, потому что ничего подобного я раньше не ощущала, и я им еще пока что не насладилась в полной мере. Конечно же, буду носить. Итак, по сладким, кстати, давайте еще один сладенький покажу аромат. Это такая давняя моя покупка. Это Арифлэйм Амбер Эликсир Кристалл. Вообще, этот аромат я люблю весной. Ну вот, решила сейчас его тоже выгулять. Он тоже нежный, он слегка сладкий, не приторный, но он нежно именно сладкий. Знаете, у меня был с ним интересный случай. Я его на себя нанесла. Нанесла, наверное, часов в 5-6 вечера. В то время я работала до 9 вечера, иногда там до полдесятого. Ну, в общем, приехала, может быть, домой в 10, там попила кофе, и я уснула на диване под телевизор. Просто уже от усталости. Так вот, я проснулась от аромата очень такого, ну, там, по-моему, нет ванили вообще в этом аромате, но что-то нечто такое ванильное, знаете, вот как будто кто-то что-то, какую-то вкусняшку печет, какой-то пирог или что-то вот такое. Но это где-то так далеко, очень-очень прям на отголосках. Но я при этом проснулась от вот этого шлейфа, очень вкусного. Причем он шел вот прям от меня. Но я этого сразу не поняла. Я проснулась и начала думать, кто из соседей, что такое вкусное готовит. Потом я подумала, что я представляю, какой аромат у них в квартире, если у меня даже, вот да, такой легкий, тонкий вот аромат, но все-таки появился в моей квартире. Потом я начала уже, когда ворочаться, я поняла, что это он. То есть, вот заявлено здесь, конечно, и водная нота, которую я совершенно не слышу. Но что-то нежное, мягкое и действительно вкусное я в этом аромате ощущаю. Я люблю его в весеннее время года, но я думаю, что... Но он прям сладенький. Летом, конечно, он прям сладкий. Но я буду его носить и летом сейчас, вот в эти две последние недели этого месяца. Так, что-то такое, знаете, тоже более сладенькое, но очень интересненькое. Я, правда, не знаю, получится у меня его носить или не получится. Это фаберлик. Это мужская туалетная вода. Деспирадо. Что в нем заявлено? Опять же, морские ноты, лаванда и яблоко. Для меня это такое запеченное, сладкое, карамельное яблочко. Но, конечно, в старте вот сейчас яблоко. Да, отголоски такие, знаете, вот прохладные лаванды. Когда я сразу его на себя наношу, это именно мужская туалетная вода. Аромат очень прохладный, водный, лавандовый, но на мне он раскрывается очень вкусным яблоком. Я его носила зимой, этот аромат я его, по-моему, купила зимой. Ну, в общем, он был новинкой. Я его протестировала в пробнике и решила взять себе. Так вот, сейчас я тоже буду стараться, его носить. Ну, если у меня получится. Возможно, на вечер. Ну, в общем, вот такая туалетная вода идет у меня в использование. Ну, буду просто экспериментировать, потому что зимой он прекрасен, а вот летом я не знаю, как он будет звучать. Зимой, когда он на мне был, я просила, чтобы мои знакомые как бы понюхали и сказали свое мнение, что за аромат на мне. Они сказали, классный, вкусный, все хорошо. Когда я дала уже флакон, они удивились, во-первых, что это мужской, а во-вторых, они сказали, что с флакона он пахнет совершенно не так. Вот, в общем-то, мне интересно узнать теперь, как летом он будет себя вести. Итак, еще одна новинка, которая была куплена мной в этом же месяце, это Faberlic Alatao. Значит, он довольно-таки старенький, аромат давно на скаталогах. Я думала, что это будет нечто более интересное, но все-таки я надеюсь, что аромат еще на мне. Я надеюсь, что аромат еще настоится. Для меня это такая, ну, практически хвоя, прохладный лес. Вот так. Горный воздух и прохладный хвойный лес. Ну, хвоя как бы... Ну, да, слышу я и хвою. Я в прошлых видео говорила, что, знаете, там, может быть, какие-то там кипарисы, можжевельники, ну, вот что-то такое. Ну, в общем, плюс-минус-то все равно, мне кажется, относится к хвойным. Просто не так ярко это все пахнет. Вот. Но буду пытаться его разнашивать, буду носить. Вообще он такой довольно-таки унисексовый. Мне кажется, можно его даже на мужа нанести. Кстати, надо проэкспериментировать. Скажу, глянь, классный. Напшикаю вообще, что он на это дело скажет. Ну, в общем, буду носить. Просто, опять же, для эксперимента и для того, чтобы лучше понять этот аромат. Там заявлены еще замороженные ягоды, красные, на которые я очень сильно рассчитываю, но мне не положили. Кстати, мне написали в комментариях, что попробуйте этот аромат зимой. Конечно же, попробую. Вот. Попробую во все времена года. В общем-то, я буду требовать ягод. Прохладный еще один аромат. Это компания без Санкай. Я носила в первые две недели этого месяца этот парфюмчик. И я, когда снимала видео, я сказала, что мне мало, я хочу еще. Хотя я боялась даже где-то его брать в использование летом, да, в теплое время года, потому что он может задушить, но меня не душит. Но, повторюсь, он может задушить. Вот меня не душит, но кого-то может. Потому что, во-первых, это холодные цветы, мощные, терпкие. Это, опять же, знаете, какой-то действительно такой озон. Это водные ноты. И здесь очень интересная цветочная нотка, которую я довольно-таки хорошо ощущаю. Это мимоза. То есть, пыльная, такая пыльцовая, немного горькая. Но она очень красива в этой, во всей акватике. Очень красива. Мне нравится. Вот она, я думала, что меня может поддушить, но нет. Аромат превосходный. Стойкость у него приличная, я вам скажу. 4-5 часов я слышу этот аромат. Шлейф хороший, такой, знаете, парфюмчик хвостатый. Поэтому я буду еще им с удовольствием пользоваться и в последние две недели этого месяца, как и в первые две недели. Так, про цветы прохладные. Все-таки давайте вернемся к Фаберлик. Почему-то я тогда в разнобой. Ну, в общем, это Бел Энж. Это парфюм, да, по-моему, ну, 30 миллилитров, флакончик. Так вот, он, раньше я говорила, что он не похож. У меня вот такой зелененький есть, который я очень сильно люблю. Я говорила, что они совсем, в принципе, не похожи. Нет, они похожи сейчас. Аромат уже настоялся. Он у меня уже несколько месяцев отстоялся. в нем есть такая пластиковая химозная нота, которая есть и в Сербе Джули, который зеленый. Но именно эта нотка меня и привлекает, как и в зеленом, так и здесь. Меня очень привлекает эта нотка в Бел Энж. А вообще, это, конечно, цветочный аромат, и он прохладный. Вот. Мало его носила, и когда носила, я, вот знаете, как бы не могу ничего про него сказать. Вот такое ощущение, что я его не поняла. Возможно, там понимать нечего, да, возможно, он просто цветочный, немного прохладный, с какой-то такой химозной ноткой пластика, которая даже, знаете, вот, ну, ну, как будто какая-то пудра такая из пластика. Вот так это как-то выглядит, но это все на полутонах очень красиво. Так вот, может быть, он такой есть очень простой, но мне он при этом очень нравится, и в очередной раз его беру в использование, чтобы понять его чуть-чуть больше, хотя, возможно, тут нечего понимать, да, не всегда ароматы должны быть какими-то очень сложными, можно просто пользоваться приятной водичкой. Белые цветы я ощущаю, мягкость, пластиковость, но при этом ни грамма сладости я не слышу, мне он нравится. Давайте надушусь, хотя я днем наносила на себя вот эту новиночку, но потом расскажу, что муж сказал, что как, чтобы следующее видео вы ждали с большим интересом, на затравочку тогда чуть-чуть, и еще один аромат от компании Файберлик, это Пурту Жур, кстати, вы заметили, Эйвен я вообще не взяла почему-то, так вот, Эйвен, Эйвен, Файберлик, Пурту Жур, я взяла для того, чтобы попытаться его тоже добить за эти две недели, аромат очень нежный, очень свежий, слегка зеленый, слегка такой цитрусовый, но это даже, знаете, наверное, не столько цитрус, а сколько какой-то такой бергамотик, я слышу, вот, нежные белые цветочки, очень приятный, понятный, простой, но при этом он дико комплиментарный, вот красота его, как раз таки в простоте, возможно, вот здесь то же самое, я ничего не могу про него сказать, потому что он приятный и все, и он свеженький, он цветочный, все, так вот, здесь тоже аромат, ой, как красиво раскрывается вот этот голубой, все-таки, мне кажется, в этот раз я что-то побольше о нем смогу рассказать вам, когда его буду носить, возвращаемся к Пурту Жур, хочу добить, во-первых, у меня уже новый флакон купленный стоит и ждет несколько месяцев, чтобы на замену прийти, этому флакону уже года 4-5, 5 точно, 5 с половиной, ну, пора его израсходовать и попрощаться, я думаю, что за 2 недели абсолютно точно я смогу это сделать, вот, планирую, конечно, в большей степени, ну, как и днем, но и, может быть, на вечер, почему, потому что аромат имеет очень тонкий, нежный и очень красивый комплиментарный шлейф, вот, всегда его на мне отмечают, всегда делают комплимент, поэтому я хочу его выгулять в большей степени такими, знаете, вечерами, надо вообще выбираться, лето, надо выбираться и, наверное, прям устраивать какие-то прогулки, так вот, беру, буду носить, и это последний аромат из этой подборочки на эти 2 недели, но, в принципе, я вам скажу, а эти 2 недели последние, они же уже идут, сегодня какое число, 19-е, 20-е, я уже даже не помню, так вот, ароматов я взяла 10, то есть, это, в принципе, много, но всего по чуть-чуть, вот, как видите, днем этот, вечером этот, но, как-то так и будем миксовать ароматы, и в конце месяца обязательно расскажу свое мнение, что понравилось, что не понравилось, как, что носило, какие впечатления, а возможно, конечно, придут еще новые ароматики от Фаберлик, мы ждем, 24-го числа запланированная доставка новой парфюмерной воды, вот, и еще кое-что на Валберисе тоже заказала, это шейк, это шейк, так вот, я думаю, что они тоже придут и тоже пойдут сюда в эту подборочку на использование, ну, на этом все, видео я заканчиваю, мы с вами прощаемся, до завтра, завтра будет видео про сладкие летние ароматы, в которых нет ванили, как раз-таки для этой подборки я и купила новый парфюм, спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok